Всех приветствую на своем канале. 25 июля 2013 года весь поселок Кедровка Кемеровской области вышел на поиски школьницы Яны Титовой. 15-летняя девочка пропала по дороге к бабушке, не дойдя до дома буквально несколько шагов. Через неделю тело Яны нашли всего в 100 метрах от дома, там, где неоднократно искали до этого. В данном преступлении обвинили приятеля Яны, 16-летнего Романа Шеварнаева. Родные и близкие Ромы сразу были уверены, что мальчик не виновен, а дело сфабриковано, так как ни единой улики против Ромы найдено не было, у следствия было только его признание, которое, как считали родственники, из парня выбили. Удивительно, но у семьи Яны тоже были серьезные сомнения по поводу виновности Романа, так как следствие не смогло определить даже точную причину смерти жертвы. В поисках пропавшей Яны Титовой было задействовано несколько десятков человек. Полицейские и волонтеры обследовали все чердаки и подвалы на улицах, заброшенные дома, гаражные массивы и лесопосадки, но не нашли никаких следов. Поисковая группа повторно обходила все места, где могла находиться пропавшая девушка, также проверяли все городские больницы. Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев тогда взял на личный контроль поиски Яны Титовой. К работе полицейских и волонтеров подключились и следователи следственного комитета. Было возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели участок местности, где Яна рассталась с подругами, опрошены родители, друзья, одноклассники, но выявить удалось только расхождение в описании одежды девушки. Через три дня после пропажи Яны, 27 июля с телефона девочки был зарегистрирован сигнал, а вскоре установлено его примерное местонахождение, пустырь в Кировском районе. Однако поиски там ничего не дали. Тело девушки спустя неделю нашла поисковая собака. Это произошло днем в среду, 31 июля 2013 года возле гаражей на улице Ударной, недалеко от того дома, куда должна была прийти девочка. По словам волонтеров и сотрудников полиции, мимо этого места они проходили не один раз и просто не могли не обнаружить Яну. Ни у кого не вызывало сомнений, что тело девушки к гаражам кто-то подбросил, потому что не могло столько народу ходить мимо и ничего не замечать. Уж если бы не люди, так собаки бы точно тело обнаружили. Никто не сомневался и в том, что девочка знала того, с кем свернула с дороги к дому. Преступника искали полтора месяца. За это время были опрошены более 800 человек, проведены 120 обысков и десятки различных исследований. К расследованию уголовного дела привлекли лучших экспертов из Санкт-Петербурга и Москвы. Утром 9 сентября следственное управление СК России по Кемеровской области объявило о том, что задержан подозреваемый в данном преступлении. Сначала информация о его личности в интересах следствия не разглашалась, но Кедровка, поселок небольшой, поэтому новости о том, кто стал подозреваемым, быстро разнеслись по всему району. Ко всеобщей неожиданности, им оказался 16-летний подросток, экс-ученик той же школы, где училась Яна и ее бывший парень. Они дружили года полтора назад, но недолго, месяц или два. Потом расстались, он курил, выпивал, а Яне это не нравилось. Он еще потом раз 8 пытался заново все начать, но Яна не соглашалась. Думаю, в этот раз он решил поговорить с бывшей девушкой. Но в ходе разговора возник конфликт, и парень в ярости лишил ее жизни, рассказывала подружка погибшей. А вот Сергей, старший брат подозреваемого, Романа Шеварнаева, сразу был убежден, что Рома не мог этого сделать. Я его хорошо знаю, он добрый, друзья говорят, что ему было жалко даже мертвых голубей, которых он на асфальте видел. Да я и сам знаю, что он тут женщине с инвалидной коляской постоянно бегал колеса накачивать, подъезд вон своими руками покрасил. Он не мог этого сделать. Мы все в шоке, я отец, соседи, мои друзья, сказал парень. По словам Сергея, в день пропажи Яны Титовой его младший брат весь день сидел дома под замком за какой-то проступок. Вечером его отпустили на один час, встретиться с другом. Но в начале 12-го он был уже дома и лег спать. А в первом часу ночи парня разбудили друзья, которые сообщили о пропаже Яны. Он удивился, но собрался и пошел ее искать и участвовал в поисках все последующие дни. Присутствовал он впоследствии на похоронах девушки. Задержан подросток был по подозрению в совсем другом преступлении, групповом грабеже. С двумя друзьями он якобы отобрал телефон у прохожего. Однако у родных 16-летнего подростка была другая версия, мол, Рома этот телефон нашел, поднял и хотел вернуть хозяину. Но к тому времени жертва ограбления написала заявление в полицию, и парни задержали на 48 часов. Там во всем разобрались, его оправдали, уже собирались отпустить, но почему-то задержали еще на 72 часа. Хотя у потерпевшего претензий к брату не было, а потом выяснилось, что он признался в преступлении против Яны, сказал, что сделал это по неосторожности. «Я его когда увидел на свидании, спросил, зачем ты себя оговариваешь? А он только плакал, мол, так будет лучше и для вас, и для меня. Думаю, что он мог знать, кто это сделал, но его запугали, и он взял вину на себя. Там еще много загадок и неясностей», – рассказал старший брат подозреваемого. Мнение брата и отца вчерашнего школьника, мама Романа Шеварнаева умерла еще в 2009 году, разделяли им многие друзья парня. А чтобы донести мнение до окружающих, на стенах окрестных зданий написали о его невиновности. Правда, надписи были быстро закрашены владельцами помещений. Семья девушки характеризовалась положительно. У Яны были и мама, и папа, оба работающие люди, ничем не злоупотребляли. Саму девушку знакомые также характеризовали как спокойную и очень домашнюю. По словам всех родных, друзей и подруг, Яна никогда никуда не уходила из дома. Поэтому ее исчезновение немедленно встревожило родителей. И те сразу же сообщили в полицию о пропаже единственной дочери. Мама девочки Светлана Титова сразу не сомневалась, что парень, которого подозревали в преступлении, действительно причастен к нему. По ее словам, ей об этом говорило не только ее материнское сердце. Женщина своими глазами наблюдала часть следственного эксперимента. Правда, несчастная мать считала, что у парня были сообщники. На следственном эксперименте он спокойно и очень подробно рассказывал, где закопал телефон Яны, куда спрятал батарейку и выкинул сим-карту. Его провели мимо меня, я видела его лицо в этот момент, понимаете, видела. И слышала, как он все это говорит. Из-за него я даже не знаю ни даты, ни причины смерти моей дочери, говорила Светлана. Кстати, версию о том, что преступник, знакомый Яны, известный психиатр-криминалист Михаил Виноградов выдвинул в тот же день, когда девушку нашли. Он же рассказал о том, что преступник мог принимать участие в поисках, и даже сообщил его примерный возраст. И эксперт, опиравшийся на многолетний опыт, оказался прав. Бабушка осужденного по делу Романа Шеварнаева Татьяна Широких отстаивала версию о невиновности внука и публиковала неизвестные ранее материалы. В сети появились фотографии из материалов уголовного дела. В частности, опубликованы снимки предметов, которые были найдены в момент обнаружения тела девушки. Как стало известно, рядом с телом лежали товарный чек, шприцы и стеклянные емкости, а также упаковка от презерватива и видеокассета с фильмом «Мама» 1999 года. После эпизода с задержанием за якобы кражу телефона, как считала бабушка, следствие и зацепилось за Романа, поскольку искала, кого посадить. С целью повлиять на подростка, к нему в камеру подсадили 50-летнего уголовника, который стал убеждать его признаваться во всем. Бабушка Романа Шеварнаева рассказала, что обвинение не представило ни одного доказательства вины Романа, кроме его признания. Татьяна Широких также указала на обстоятельства, которое, по ее словам, не было учтено в ходе расследования. Были свидетели. Когда искали Яну, в одном из гаражей появился трупный запах. Этот гараж даже не был осмотрен. В сентябре, когда Рому задержали, этот гараж подлежал капитальному ремонту, был оштукатурен, побелен, вынесли все из ямы, в которой, как говорят кедровчане, издевались над Яной. Но никто не взял этого внимания. Существует мнение, что именно из этого гаража труп был подброшен на открытое, видное место, сказала бабушка осужденного. Также бабушка парня, не поверив следствию, обратилась к экстрасенсам. Для расследования в Кемерово специально прилетели два известных ясновидящих, Леонид Коновалов и Зеродин Рзаев. Они заявили, что в преступлении, которое было совершено из мести к родителям девочки, виноваты другие люди. Также предположили, что преступники – взрослые мужики, с двумя из которых родственники девочки незнакома. Такое бывает довольно редко, но показания Романа считала глупостью и родственница девочки, Юлия Журба, тетя Яны Титовой. Роман говорил о том, что она его позвала в гаражи. Там она полезла к нему целоваться. Он тоже начал к ней приставать. Чтобы наша Яна пошла и сказала, пойдем за гаражи ночью, начала бы к нему лезть целоваться, потом пнула и стояла, ждала, давай-ка ты меня сейчас будешь душить, я буду ждать этого. Но это полный бред, сказала Юлия. А доктор медицинских наук Юрий Пиголкин объяснил, что судмедэкспертиза так и не смогла установить причины смерти. По какой-то причине верхняя часть ее тела находилась в сильно измененном состоянии в отличие от нижней. Это, по мнению эксперта, указывало на то, что эти части тела находились в разных условиях. Однако, несмотря на все сомнения родных Романа Шеварнаева в его вине, следствие и суд установили, что 24 июля 2013 года подросток, находясь в состоянии наркотического опьянения под воздействием солей, встретил Яну, желая вступить с ней в более близкие отношения. Позвал ее прогуляться, но оказавшись в безлюдном месте, решил задушить. Подойдя к потерпевшей со спины, выполнил задуманное, затем перенес тело на участок с высокой травой. Как показала психолога-психиатрическая экспертиза Института имени Сербского, именно из-за наркотического опьянения парень не осознавал характер своих действий, не понимал, что творит. И вообще, по мнению экспертизы, прием веществ так подействовал на подростка, что теперь ему требуется постоянное наблюдение медиков. Судья согласился с доводами следствия, что подросток представляет опасности для себя и для окружающих. В итоге, учитывая психическое состояние Романа Шеварнаева, суд постановил освободить его от уголовной ответственности и применить к нему принудительное лечение в психбольнице специализированного типа. Сразу после оглашения приговора прокурор Павел Березняк на пресс-конференции рассказал журналистам о том, как проходили судебные заседания, и уточнил некоторые детали следствия. Так, суд признал Романа Шеварнаева виновным только на основе его собственных признаний и показаний свидетелей. Прямых улик, доказывавших, что Яну Титову лишил жизни именно Шеварнаев, не было, ни отпечатков пальцев, ни следов на одежде, ни какого-либо биологического материала, напрямую связывавшего преступника и жертву. Личные вещи Яны Титовой среди вещей подростка не нашли, прямых свидетелей преступления тоже не было. Обвинение представило в качестве доказательств вины признание Романа Шеварнаева, результаты следственных экспериментов, во время которых юноша нашел личные вещи девушки, спрятанные недалеко от места обнаружения тела, а также косвенные свидетельства знакомых и друзей юноши, в совокупности указывающие на его виновность. Так, пять свидетельств со стороны защиты, указывавшие на то, что Романа Шеварнаева не могло быть на месте преступления в момент его совершения, были опровергнуты другими свидетельскими показаниями. Причина смерти Яны Титовой до сих пор доподлинно не установлена. Как рассказал прокурор, судебно-медицинская экспертиза не подтвердила и не опровергла слухи о том, что Яна Титова могла стать жертвой сексуального насилия или что девушку могли пытать перед смертью. Из-за серьезных изменений на момент обнаружения на Яне не осталось следов прижизненных или посмертных повреждений, чужеродных биологических выделений и так далее. Даже озвученную на суде предполагаемую причину смерти, удушение эксперты установили приблизительно. Между тем, точно известно, что девушка погибла спустя полчаса-час после своей пропажи. Обвинение отказалось назвать точный диагноз, с которым Роман Шеварнаев по приговору суда отправился на принудительное лечение, но прокурор отметил, что по заключению экспертов, у юноши сильнейшее психическое расстройство, которое развивалось годами в условиях получения неких психологических травм и обострилось в последние полгода перед преступлением, когда, по собственному признанию Романа, он начал употреблять запрещенные вещества. По словам обвинителя Павла Березняка, вопреки слухам, юноша лишил жизни Яну не потому, что девушка отказалась вернуться к нему, а потому, что стремился реализовать некоторые давно существовавшие в его мозгу фантазии. Какого рода фантазии, прокурор не уточнил и сказал, что в том числе из-за этого заседания суда проводились в закрытом режиме. Однако, как отметил прокурор, эти фантазии не были связаны непосредственно с личностью Яны Титовой и именно они привели к совершению преступления. Кроме того, по словам прокурора, на основе изучения материалов уголовного дела можно сделать вывод, что на месте Яны Титовой могла оказаться любая другая девушка. А если бы парни вовремя не задержали, то, возможно, не одна. И следствие уже имело бы дело с преступлениями серийного маньяка. На суде Роман Шеварнаев в своем последнем слове не признал себя виновным. При этом он не отрицал, что добровольно дал признательные показания в преступлении. Перед вынесением приговора юноша пожелал, чтобы все это поскорее закончилось. Принудительное лечение подростка будет длиться до тех пор, пока врачебная комиссия не признает, что его состояние улучшилось, и что он больше не представляет угрозы для общества. Поддержите ролик лайком, а канал подпиской, и будьте осторожны.